Знаете, джазовая школа, многие одни, конечно, знают, и многие мечтают, чтобы их дети там учились. Но, к сожалению, находитесь вы очень далеко в Александровке. Например, тот, кто там на Западном, допустим, живет, они вот не могут добраться. Кто-нибудь в области наверняка тоже подрастают, такие джазовые таланты. Может, им надо помочь раскрыться. Конечно, говорят, талант, если ему дано, он пробьется сам. Но в каких-то случаях надо как-то поспособствовать. Вот что делается для того, чтобы джазовая школа, она какие-то, может быть, филиалы свои открывала? Ну, когда-нибудь это будет. Надеюсь, город услышит ваши слова, и все-таки мы построим джазовую школу, которая, может быть, даже может превратиться с годами, должна, наверное, превратиться в джазовую академию ростовскую. Так, чтобы мы могли иметь вот все ступеньки образования в одном учреждении. Тогда, может быть, мы не так быстро прощались со своими выпускниками, которые все время уезжают учиться за границей. Расскажите все-таки о ней, об этой джазовой школе. Да. 20 лет. Как начинали, да? С чего начинали и к чему пришли? К чему пришли, я еще не знаю, потому что мы еще идем. Да, пока мы двигаемся. Есть перспективы и интересы создать все-таки джазовую академию в Ростове-на-Дону. У нас сейчас вообще возникают некие новые абсолютно методы новаторские в преподавании, которых, в общем-то, даже и не было. Если кто-то слышал про такой метод, как метод Альфреда Томатисса, не слышали про развитие слуха? Расскажите. Да, ну вот этот французский отоларинголог в свое время установил такой закон, что человеческий голос не может воспроизвести то, что не слышит уха. То есть, если ваше ухо не слышит, не настроено должным образом, это скажется обязательно на вашей речи, а если дальше продолжать эту мысль, то на качестве вашего голоса, пения, игры и всего прочего. Потому что, на самом деле, наш слух – это такой пульт управления от всего организма. То есть, там слух отвечает за три функции, в общем-то. Это слышание всех частот, вторая функция – это вестибулярный аппарат, и третья функция – это даже, можно сказать, заряд мозга некий, то есть, его тонус. Вот, так вот этот французский врач, он в течение 50 лет помог огромного количества, в общем-то, детей, которые, можно так сказать, их причисляют к аутистам, да, или дети, которые, в общем-то, еще не в должной степени раскрылись и замкнуты, еще пока социальны, то есть, не готовы общаться, не готовы проявлять свои качества какие-то. Вот, и с успехом он лечил таких даже людей, как Жерарди Пардье, который лечился у него от заикания в 17 лет, и многие-многие, Мария Каллес у него консультировалась, и Стинг, и поехали, поехали, поехали. То есть, этот метод уже широко признан по всему миру. Ну, вот то, что сделал я, и вот то, что мы сейчас делаем в джазовой школе, так мы взяли этот метод и разработали такую компьютерную программу, которая, в общем-то, позволяет работать с детьми, и ребенок может как бы вживую, применяя наушники специальные, а специальные наушники, это вот у вас сейчас одеты на голове, просто воздушной проводимости, то есть, динамики, а туда еще встроен датчик костной проводимости. Что это? Ну, первый, кто, в общем-то, открыл человечеству это, это был Бетховен, который, в принципе, не мог слышать должным образом, поэтому он там зажимал зубами линейку какую-то железную и прикладывал к деке, и тем самым он мог слышать, поэтому говорят, что он оглох полностью, на самом деле он не оглох полностью, то есть, вот он какими-то хитростями такими восполнял, отсутствие слуха, да. Это он сам дошел до этого? Ну, вот да, да, есть просто, в утробе матери мы слышим, в общем-то, через водную среду, то есть, мы слышим через кости, не через уши, это водная среда, а потом, когда мы рождаемся, мы уже действительно подключаются наши уши, все эти мембраны и все остальное, и где-то считается до 12 лет, что ребенок должен открыть у себя способность слышать, различать все частоты. Вот если не происходит этого, считается, что ухо закрыто. Некоторые так называют, что в музыкальной школе, скорее всего, вам наступил медведь на ухо, да, вот такой диагноз мы можем слышать в музыкальных школах, и отправляют, либо в другую. Занимайтесь чем-нибудь другим. Занимайтесь чем-то другим, вам не дано. Ну вот, благодаря вот такому сейчас методу, я думаю, что мы сможем немножко в этот порог расширить. И уже есть вот за полгода работы какие-то очень значительные результаты, те, которые просто потрясают и самих французов, и потрясают музыкантов, которые даже американцы вот приезжали к нам. Я им показывал все эти видео с детьми, что происходит, все под большим впечатлением. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях сегодня Арам Рустамянц, джазовый музыкант, лауреат международных джазовых конкурсов и художественный руководитель фестиваля джазового, который состоится в Ростове буквально через несколько дней. Вообще, школа ведь не только занимаетесь музыкой, да, я знаю, что у вас еще и там и хореография, и английский язык. У нас есть такой предмет, как эстетика, вот там дети поделками занимаются и рисуют, и вот развивают. Но это в более раннем возрасте, то есть где-то с трех до десяти лет. То есть помимо занятия музыкой, пением, они еще и рисуют и занимаются вот этими направлениями. Да, английский язык у нас присутствует на протяжении всех лет обучения. Есть импровизация, есть композиция, есть огромное количество предметов, которых в обычных музыкальных школах нет, даже в учебных планах. Ну, в общем-то, если говорить о джазовой школе, мы можем сказать, что за 20 лет этот подвиг еще так никто и не смог повторить. Потому что это была первая, единственная детская джазовая школа в стране, некоторые видят, что это даже в Европе и в мире вот такого плана, чтобы государственно, начиная с трех лет, обычно это все бывает гораздо позже, и это частные школы. И не за такие деньги, 480 рублей, 460 рублей в месяц. То есть такое не может быть нигде в мире. Вот, и все грозились, что мы откроем такую же джазовую школу, мы очень хотим, это очень интересно. Глядя на наш биг-бенд, детская джазовая школа под управлением Андрея Мачнева, все говорят, все, открываем. Но не так все это просто на самом деле. Нужны такие энтузиасты, которые, наверное, положат свою жизнь на это. Ну вот я рад, что у меня есть такие друзья. Это здорово. Да. Очень хочется, конечно, чтобы вы развивались еще больше, чтобы к вам как можно больше людей приезжало, приходило. Я понимаю, что, и все понимают, что не так, может быть, просто добраться до вас чисто физически, но тем не менее, как, насколько просто или сложно поступить в вашу школу? Какие требования вы предъявляете к поступающим? Ну, нужно прийти. Мы обычно делаем такие прослушивания в начале лета и в конце лета. То есть, вот последнее прослушивание у нас было 27 августа. В процессе этих прослушиваний мы выбираем себе учеников. Ну, то есть, он должен быть все-таки, медведь на ухо, наверное, не должен наступить. Ну вот мы сейчас предлагаем тем, кто все-таки, кому он слегка наступает, пока готовы этого медведя чуть-чуть убрать и подготовить к музыкальным занятиям. Потому что иначе это превратится в каторгу некую. Это будет идти очень тяжело и мучительно и для родителей, и для детей. А тут можно вначале поработать с ушами, подготовить их, а потом уже нагружать знаниями и всем остальным. Арам Борисович, большое вам спасибо за то, что вы пришли за это интервью. Очень полезное, кстати, столько новостей. Спасибо вам за них. Огромное спасибо, что пригласили. Я напомню слушателям, что у нас в гостях был Арам Рустамянц, джазовый музыкант, лауреат международных джазовых конкурсов, генеральный директор детской джазовой школы в Ростове и художественный руководитель джазового фестиваля, который 13 сентября стартует в Ростове. До встречи. Продолжение следует...